МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Начатая работа будет продолжена. Сегодня представителем всех ветвей власти и общественности республики был официально представлен временно исполняющий обязанности главы Дагестана. Свежие яблоки круглый год. Фруктохранилище в СПК Сулакский принимает фрукты и овощи на хранение. На выплаты дагестанским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, выделено 522 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано мировым министром Михаилом Мишустином. Сегодня в зале заседания Народного собрания прошло представление временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова, на котором присутствовали руководители органов власти и представители общественности республики. Напомним, 5 октября Владимир Путин принял отставку руководителя региона Владимира Васильева и назначил его своим советником. Другим указом президента России в Рио главы Дагестана назначен Сергей Меликов. Подробнее о церемонии представления Мурад Ахмедов. Представил нового в Рио главы Дагестана помощник полпреда президента России в СКФО Сергей Стариков. Отмечалось, что нового лидера республики в Дагестане знают хорошо. В течение трех лет Сергей Меликов был полномочным представителем президента на Кавказе. Да и ему самому регион хорошо знаком. Дагестан – это красивейший древний край с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями. Об этом я знаю не понаслышке и очень многое связывает меня с этой республикой. Безусловно, известные проблемы, стоящие перед дагестанским обществом, многие из них накапливались десятилетиями, некоторые приобрели хронический характер. Это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в социальной сфере. Главные тезисы выступления Меликова – достижение нового уровня эффективности власти, налаживание обратной связи с людьми и выравнивание экономических диспропорций. Среди приоритетных направлений в Рио главы Дагестана выделил три основных вектора. Первое – обеспечение безопасности людей, в том числе в связи с неутихающей эпидемией коронавируса. Далее – экономический блок. Преодоление существующих проблем, улучшение делового и инвестиционного климата, ускоренное развитие экономики. Дабы наверстать упущенное и поселить в людях уверенность в завтрашнем дне. В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы стать вправе с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жизни и для гостей. Еще одна важная составляющая – формирование эффективной архитектуры органов власти, обновление кадров и декриминализация всех сфер жизни. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры органов власти, открытой для запросов общества, способных к качеству удовлетворения, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины органов власти, обновления их кадрового состава, но и здоровой общественной активности, продолжение работы по декриминализации региона. Меликов подчеркнул, что необходимо в полной мере задействовать в республике потенциал молодежи, которая зачастую остается наедине со своими проблемами. Дагестанство – свойственная жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. Мне очень приятно, что об этом говорил Владимир Владимирович Путин на нашей рабочей встрече 5 октября. Это в значительной степени объясняет, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Граждан, которые занимаются благотворительностью, и проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушных в Дагестану людей в стране не оказалось. Один из главных посылов выступления нового главы региона – необходимость создания в обществе атмосферы сотрудничества и равных возможностей. Важно, по мнению в Рио главы, также использовать историческую уникальность Дагестана, как многонационального и многоконфессионального региона с богатыми трудовыми и культурными традициями. Меликов считает это конкурентным преимуществом республики. Каждый дагестанец должен осознать свою сопричастность к определению будущего республики. История и мировой опыт показывают, что в основе позитивных примеров уходного развития кроется именно способность использовать свою уникальность, о которой тоже говорил президент нашей страны. Уникальность, которая для Дагестана является его исторической многонациональностью, многоконфессиональностью. В завершение Сергей Меликов поблагодарил Владимира Васильева за годы работы в Дагестане и слово взял уже бывший руководитель региона. То, что сделано, покажет время. С этого начал выступление экс-глава Дагестана. Васильев признается, что руководитель с публикой одновременно высокая честь и большая ответственность. За два года бюджет региона поднялся со 100 до 173 миллиардов. Хотя, по мнению экспертов, Дагестану нужны все 300. Но я сейчас хочу повредить вас, всех присутствующих в этом зале и тех, кого он инвестил. Мне кажется, мы выработали доверие и отработали форму взаимодействия. По словам Васильева, деньги стали использоваться эффективнее, а налоги собираться в большем объеме. Одни только АЗС увеличили налоговые платежи в 4 раза. Собираемость транспортного налога за 3 года увеличилась с 44 до 77%. Налоговые деньги пустили на дороги и не только. Завершено 184 объекта дорожного строительства протяженностью в 150 километров. Мы улучшили за это время 364 двора и общественные территории с 2018-2019 года. В 2020 году было благоустроено 240 дворовых и общественных территорий. Во всех 52 муниципальных образованиях. Еще недавно на встрече главные говорили, что им стыдно, что они мало что могут. Сегодня они этому не говорят. Они уже строят, создают. Два миллиарда рублей впервые было выделено на водоснабжение. А это в 10 раз больше, чем в прежние годы. В экономике тоже запустили ряд важных направлений, которые предстоит развивать уже новой власти. В частности, переработку риса и возрождение киличного промысла на море. В четыре раза выросла перевалка нефти в порту. Напомнил Васильев и о 470 отремонтированных школах и впервые закупленных в полном объеме школьных учебниках. Также активно заработали программы сельские учители, земский доктор. На село за два года отправились почти 200 педагогов и 900 врачей. Увеличение бюджета позволило нам создать резервный фонд, который нам так понадобился в условиях ковиды. Мы закупили в 6 раз больше лекарств, чем в 2017 году. Направили 3 миллиарда рублей на приобретение оборудования в месяц учреждения. Удалось закупить 230 новых карет скорой помощи, наладить в Дагестане производство быстровозводимых мостов и лифтов. Также было отмечено, что впервые нашли деньги на поддержку благотворительных фондов, которые до этого выполняли масштабные социальные задачи и оказывались на самых трудных участках. В частности, Васильев отметил фонд «Инсан». И в этом году мы впервые в условиях ковида смогли вот из этого зернового фонда впервые выделить из бюджета деньги на поддержку наших благотворительных фондов. Несчастье, семья подсгорела. Приезжает наш министр социальный, значит, злот, уже и говорит, а здесь уже «Инсан» работает, люди уже помогают. И мы будем работать вместе. В завершение, экс-глава Дагестана поблагодарил всех за совместную работу. Еще раз большое спасибо за то, что дали возможность работать с вами. Я думаю, что я изменился. Я стал старше, но я стал моложе. Я стал больше верить в людей и в то, что можно добиваться результата, который, многие говорят, неназвучный. Я как-то на Ифтаре сказал вам, говорю, что это лучший год на наше жизни. Я повторю, тяжелый, но лучше. Спасибо вам за это. Далее подвел итог спикер парламента республики Хизришик Саидов. Он также отметил, что за три года удалось сделать немало в плане благоустройства и строительства и пожелал Сергею Меликова успехов на новом поприще. Подчеркнув, что новому главе региона не надо изучать республику, так как он никогда не порывал связи с Дагестаном. Мне кажется, что выбор сделан правильным. Ему не надо вновь изучать сложившуюся республику ситуацию, людей, потому что он не отрывался от нас, по сути дела, никогда. Интересовался делами, нашей жизнью. И мы надеемся, что все те необходимые для нас реформы, которые были начаты в предыдущие годы, республики. Хочу сказать еще раз в адрес нашего многоуважаемого Владимира Владимировича, что мы не забудем ваше отношение к Дагестану, к дагестанцам и каждому из нас. Всех вам благ, здоровья, долгих лет жизни. Уже в ближайшее время Сергей Меликов встретится с членами правительства республики, чтобы определить стратегию работы на перспективу. Мурад Ахмедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Еще 174 камеры установлены на дорогах Дагестана. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Дагестану. Большая часть из них размещена на федеральных трассах, остальные на автодорогах регионального значения. Всего в регионе установлено 276 комплексов фото-видео фиксации. По информации правоохранительного ведомства, онлайн-надзор за нарушителями правил дорожного движения позволит сократить число аварий, а также исключит субъективный фактор при оценке нарушений. На выплаты дагестанским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, выделено 522 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Всего по стране на выплаты медикам выделят более 11 миллиардов рублей. Любопытно, что большее, чем Дагестану, на эти цели выделено только Москве и Санкт-Петербургу. Отмечается, что деньги будут перечислены из резервного фонда правительства России. Жителям девяти районов Дагестана запретили посещать леса из-за угрозы возникновения пожаров. По словам представителей Даглесхоза, временные ограничения коснутся Буйнакского, Дербенского, Карабудахкенского, Каякенского, Кизлярского, Махачкалинского, Нагайского, Сергокалинского, Левашинского и Хасавюртовского лесничеств. Запрет будет действовать 6 по 11 октября. Как сохранить яблоки до весны, чтобы свежими подать их на прилавок? Задача эта нелегкая для всех, кто занимается садоводством. Чтобы сохранить урожай, нужно специализированное фруктохранилище. Такое теперь есть в Кизелюртовском районе. СПК Сулакский уже начал принимать фрукты на хранение. Там накануне побывал первый заместитель министра сельского хозяйства республики Шарип Шарипов. Тему продолжит моя коллега Зумруд Гамидова. Покупая яблоки, особенно зимой, мы уже привыкли, что они должны быть красивыми и сочными. Но как производители умудряются сохранить их такими так долго? На этом предприятии реализован инвестпроект по организации фруктохранилища с общей мощностью 1200 тонн, который оснащен современным оборудованием, что позволяет хранить фрукты и овощи в свежем виде вплоть до начала весны. Конечно, надо отметить, что по программе Министерства сельского хозяйства республики Дагестан мы совместно, участвуя в гранте, построили фруктохранилище. Надо отметить, что в основном все холодильное оборудование настроено автоматически. Здесь автоматически регулируется влажность и также регулируется температура. То есть, фактор человеческий здесь минимизирован. Объект был сдан в эксплуатацию весной этого года, и сюда уже начали поступать на первое хранение яблоки. Всего намечено заложить более 300 тонн плодов, и это только начало. В перспективе хранилище будет полностью заполнено плодовощной продукцией, как местных производителей, так и завозной в регион. Мы сегодня находимся на площадке Спокосулакской, Кизельюртовского района, где мы говорим нашим землякам, зимой будем есть наши яблоки. Вот этот пример эффективной реализации проекта развития потребительской кооперации, когда инициатор Роджабраил Магомедович успешно сумел реализовать проект, и наши жители будут такие вкусные яблоки потреблять и зимой. Пока заложено на хранение порядка 150 тонн плодов, оставшаяся часть будет поступать по мере уборки. А уже зимой заложенные на хранение яблоки поступят на рынки, причем не только на рынки нашей республики, но и других субъектов России. Зумруд Гамедова, Машир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кизельюртовский район. Робототехника, виртуальная, дополненная реальность, программирование. В рамках реализации национального проекта образования «Мобильный технопарк» Кванториум проводит обучение не только школьников, но и педагогов. В Кайкенском районе прошел первый образовательный семинар для 25 педагогов. В ходе обучения учителя осваивают инновационное оборудование. 3D-принтер, квадрокоптер, шлем в виртуальной реальности, робототехнические устройства и многое другое. В России могут ввести льготы за сдачу норм ГТО. Интерес жителей России к сдаче нормативов ГТО могут начать стимулировать с помощью льгот и скидок. Обведение подобных поощрений предложил подумать Владимир Путин. Граждане, выполнившие нормы ГТО, возможно, будут получать скидки в спортивных магазинах. По словам президента, нужно, чтобы нормы ГТО были интересными. По мнению российского лидера, следует придать их сдаче соревновательный характер. Поскольку это привлечет молодежь. Также Путин отметил взаимосвязь между ростом числа занимающихся спортом и повышением качества жизни. В женском образовательном центре ГИДОЯД состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню учителя и посвящению абитуриентов студента. В нем приняли участие представители Министерства и ведомств Республики. О том, как прошел студенческий праздник, расскажет Хамзанур Магомедов. Красивые стихи, театральные сценки и нашиды. В этот праздничный день студентки женского центра ГИДОЯД чествовали дорогих учителей. Мероприятие украсила познавательная викторина. Правильно ответивши на вопрос дарили вкусные подарки. Среди почетных гостей присутствовали представители власти и духовенства Республики. Приятно удивлен той атмосфере, которая царит в этом центре, той дисциплине, образовательному процессу и более того, даже более этого, духовно-нравственному воспитанию. Те выпускники этого центра никогда полагают, что не переступят на порог. У них будет очень хороший, благой нрав и более того, они более подготовлены к жизни, потому что они получают дополнительные, скажем так, профессии по шитью, по другим направлениям. Спасибо руководителю этого учреждения и студенткам этого учреждения, которые проявили такое уважение, подготовив такой замечательный праздник. В завершении торжества выпускники женского центра «Гидаят» передали студентам первого курса памятный подарок, светильник, знаний. Поступив в наш центр «Гидаят», именно с таким намерением, чтобы знать истину, чтобы ей следовать и чтобы обладать благим нравом, как говорится, соответствовать носителям своей религии. Отметим, что женский центр «Гидаят» действует на базе Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа. Программа обучения включает в себя как дневную, индивидуальную и вечернюю формы обучения. Образовательный центр находится по адресу улица Дахадаева, 136. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские боксеры Муслим Гаджи Магомедов и Вадим Мусаев выступят на турнире в Хорватии. Гран-при в Загребе – это первое международное соревнование по этому виду спорта после пика пандемии. Участие в турнире подтвердили спортсмены из 18 стран. Российскую команду представят шестеро боксеров, двое из которых – воспитанники спортшкол Дагестана. В весе до 91 килограмма на ринг выйдет чемпион мира Муслим Гаджи Магомедов, а в категории до 69 – победитель национального первенства Вадим Мусаев. Поединки стартуют сегодня вечером, а завершится турнир 11 октября. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин